3 января в аэропорту Багдада по личному приказу президента США Дональда Трампа убит ракета из беспилотника иранский генерал корпуса стражи Исламской революции Касем Сулеймани. Дональд Трамп заявил, что американские военные убили командующего элитным иранским спецподразделением Касема Сулеймани, чтобы остановить войну, а не начать ее. Касем Сулеймани был убит, и его кровавое буйство закончилось навсегда. Он планировал атаки на американцев, но теперь мы убедились в том, что его мерзостям пришел конец во имя добра. Он планировал крупное нападение, а мы его остановили. Для Трампа устранение Сулеймани очень эффективная акция, которую можно красиво подать. Перед выборами президента это был бы приличный подарок демократам. Трамп пытается, на мой взгляд, набить себе политические очки. У него скоро выборы, а точнее осенью этого года, уже 2020 года, и ему необходимо показать перед элитой, американской элитой, перед американским обществом, что он сильный и волевой человек, и поэтому он нарабатывает себе некие политические очки. Это можно выявить по сравнению с деятельностью, наверное, можно сказать, про Буша-младшего. Он тоже объявил войну Ираку, и вследствие этого получил возможность занять второй срок. То есть он был избран президентом на второй срок. Тут то же самое, скорее всего, хочет сделать Дональд Трамп. Ждать ответ на удар долго не пришлось. Две военные базы в Ираке, где размещены силы США и их союзников, подверглись ракетному обстрелу со стороны Ирана. Тегеран заявил, что это месть за убийство генерала Сулеймани. Так или иначе, обошлось без жертв, как со стороны армии США, так и со стороны иракских военнослужащих, размещенных на тех же базах. Была осуществлена атака Ираном на американские базы, но при этом американские солдаты не пострадали. Почему так получилось? Во-первых, Иран предупредил Ирак, Ирак передал информацию американцам, а американцы вывели свои войска с атакуемых баз. Отсюда сделаем вывод, что прямая такая агрессия со стороны Ирана не была осуществлена. Если бы Иран хотел очень уж прямо сильно насолить американскому государству, то она бы действовала через своих прокси. После удара Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором заявил, что никто из военных США не погиб, и анонсировал жесткие экономические санкции против иранского режима. Он не упомянул военный ответ, хотя ранее обещал нанести удары по 52 целям в Иране с применением новейшего оружия в случае какой-либо военной атаки со стороны Тегерана. По мере того, как мы продолжаем оценивать варианты ответа на иранскую агрессию, Соединенные Штаты немедленно введут дополнительные жесткие экономические санкции против иранского режима. Эти мощные санкции останутся в силе до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение. Какая стратегия у Трампа? Что он доказывает свою политическую волю, что он готов к серьезным действиям, но при этом он не допускает потерь со стороны американских граждан. То есть ему нужна поддержка для населения, поддержка для того, чтобы выиграть следующие выборы, то есть приближающиеся. На фоне нестабильности на Ближнем Востоке, вызванные конфликтом США и Ирана, выросли и мировые цены на нефть. С экономической точки зрения для России это выгодно. Вы видели, как подскочили цены на нефть Brent, и она впервые с 2018 года преодолела отметку 70 долларов. То есть вот это противостояние между США и Ираном с точки зрения экономики, российской экономики, она благоприятна. Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универ Ньюс.